10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. С каждым днем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Казахстане увеличивается. За последние сутки ковид выявлен у 1548 человек. Самый большой прирост в Нур-Султане плюс 235 инфицированных. В антилидерах также продолжает оставаться Павлодарская область, 226 новых заболевших. Таким образом, общее число ковидных больных в республике превысило 175 тысяч с начала пандемии. Между тем, с 27 января власти Бельгии вводят временный запрет на так называемые необязательные путешествия за границу до 1 марта. Бельгийцы смогут выехать за пределы страны лишь по важным причинам, связанным с работой или лечением. Прибывающие из Великобритании, Южной Африки или Южной Америки, где были обнаружены более заразные варианты новых штаммов вируса, будут проходить 10-дневный карантин. До середины февраля в стране продолжит действовать комендантский час. Останутся закрыты рестораны, бары, кафе, спортзалы и развлекательные заведения, а также парикмахерские и косметические салоны. Ношение масок обязательно во всех общественных местах, в помещениях и на улице. Запрещены любые собрания и частные вечеринки. Под запретом и служба в храмах и соборах. Это касается как поездок за пределы Бельгии, так и на территорию страны. Мы приняли решение поставить преграду для завозимых случаев коронавируса. За последние недели мы увидели, что когда люди перемещаются, вирус путешествует вместе с ними, и что именно они демонстрируют больше случаев вариантов вируса. Любой, кто путешествует и совершает трансграничную поездку, должен будет объяснить, что эта поездка важна. Вместе с тем Португалия закрывает школы и университеты из-за роста заражения британским штаммом коронавируса. Вдобавок власти приостанавливают авиасообщение с Соединенным Королевством. Об этом сообщил премьер-министр Антонио Кошта. По его данным, число новых случаев инфицирования мутировавшим вирусом в стране на этой неделе резко выросло до 20%. И, скорее всего, негативная тенденция продолжится. Рекорды бьют и показатели смертей. Только за сутки не справились с болезнью свыше 200 пациентов. А в Индии арестовали первого человека по новому закону о защите коров. Мужчине грозит три года лишения свободы и немалый штраф. Преступление задержанного заключается в том, что он перевозил крупный рогатый скот в своем грузовике. Активисты посчитали это жестоким обращением со священным для Индии животным. Почему новый закон называют самым скандальным в истории страны и кто выступает против спекуляции на защите коров? Материал Дмитрия Петрова. Закон о защите коров, принятый в середине 2020 года, многие зооактивисты уже назвали поспешным и даже ошибочным. Спекуляции, появляющиеся на теме священных для странных животных, и без того переходят все грани. За последние четыре года были убиты около 30 мусульман, обвиненных в контрабанде коров для убоя на мясо. Десятки человек подверглись линчеванию. По мнению правительства, запуск проекта по защите животных должен был положить конец социальным межусобицам. Однако вызвал лишь новые разговоры и возмущения. Теперь к недовольным правозащитникам добавились и фермеры. Я боюсь заниматься сельским хозяйством и уже несу существенные убытки. Я не обращаюсь жестоко с домашним скотом. Мои коровы досмотрены и дают только молоко. Но если кто-то захочет меня обвинить, ему поверят в суде, а меня отправят за решетку. В своем штате мы уже проводили акции протеста, ведь нужно разграничивать религию и здравый смысл. Первым осужденным по новому закону оказался водитель штата Карнатака. Общественные активисты посчитали, что мужчина переводит в фуре коров с нарушением норм безопасности. Толпа не стала дожидаться полиции и, вытянув шофера из кабины, жестоко избила его. Сейчас то ли подозреваемый, то ли пострадавший находится в больнице. После выписки его ждет суд и в перспективе тюремное заключение на три года и штраф в несколько тысяч долларов. Мы считаем, новый закон хорошо воспитывает. Если нарушитель попадается впервые, ему грозит несколько лет в тюрьме и штраф максимум в 7 тысяч долларов. Если же преступника арестуют повторно, наказание будет куда более суровым. 7 лет тюрьмы и 13 тысяч долларов штрафа. Местные власти пока никак не прокомментировали резонансное задержание. В полиции штата добавили, что действием активистов будет дана правовая оценка. Также чиновники не намерены в ближайшее время корректировать закон, вызвавший резонанс в обществе. Как заявили в парламенте, проект должен в первую очередь защитить животных и воспитать в индийцах чувство сострадания и уважения к традициям государства. Дмитрий Петров, Дмитрий Лукша, Анастасия Левитан и Устад Рахман. Хабар, 24, Индия. Сейчас о братьях наших меньших, так сказать, парализованных, кошек и собак перестанут усыплять. Их теперь реабилитируют в специальном центре Валматы. В Казахстане это пока единственный в своем роде ветеринарный комплекс. В нем есть все. И массажные кабинеты, и бассейны, и тренажеры, и даже гостиница для бездомных животных. Этого пса зовут Чарли. Его постигла страшная участь. Он обездвижен. Бездомное животное нашли волонтеры Бишкека. Узнав о центре реабилитации, они отправили Чарли в Валматы. Здесь врачи обнаружили у собаки пулевое ранение. Причем пуля попала в позвоночник, в область грудного отдела. Реабилитацию Чарли проходил целых полгода. Он на данный момент остался с инвалидностью. Он не может самостоятельно ходить. Но при этом мы спасли ему жизнь, социализировали его. Он достаточно доброжелательный пес. Любит других собак, любит играть с людьми. Мы поняли, что если у него динамики за это время нет, скорее всего ему будет жить комфортнее посредством коляски. Еще три года назад животных с пулевыми ранениями и травмами позвоночника подвергали эвтаназии. Считали, что они обречены. Но теперь у них появился шанс на жизнь. В центре ветеринарной медицины тяжелобольным собакам и кошкам помогают восстановиться. Этого кота по кличке Бублик подобрали на улице, когда он был еще маленьким. Он рос на радость хозяйке. Но вот недавно кот получил серьезную травму. Он сломал позвоночник, к сожалению. То есть на даче где-то, видимо, носился. Может, упал откуда-то сверху. Сделали рентген в двух проекциях. Оказался перелом грудного двух позвонков Т9 и Т10. Мы его оставили на операцию, его прооперировали, взяли его домой, собрали. И вот сейчас пришли на реабилитацию. Как говорят специалисты, сделать операцию всего лишь 50% успеха. Еще половина пути качественной жизни – это правильное восстановление. Животным нужна такая же реабилитация, как людям. Физиотерапия, гимнастика, прогревание инфракрасной лампой, бассейн и специальная беговая дорожка. Она помогает питомцам сделать свои первые шаги после травмы. С особым трепетом здесь относятся к бездомным животным. У них тут даже есть своя гостиница. После реабилитации работники помогают найти им новых хозяев. Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов, Алматы, Кабар-24. Белые волосы, ресницы, прозрачная кожа. Таких людей с необычной внешностью называют альбиносами. В мире их немного, в среднем 1 на 20 тысяч человек. Про жизнь сестер альбиносов из Ахтау наши корреспонденты уже рассказывали. Еще один парень с удивительной внешностью живет в Уральске. Роза Сатканова встретилась с ним. Внешность Евгения Ли всегда была объектом повышенного внимания. На популярном 19-летний студент стал после своей первой фотосессии. Местный фотограф случайно встретил его пару месяцев назад на улице. Решила во что бы то ни стало разыскать его. Нашла посредством социальных сетей. Мне подруга говорит, смотри, там такой мальчик прошел. Кажется, он альбинос. Я за ним побежала. Я не смогла его догнать. Написала в «Ищу тебя в Уральск», что я ищу парня-альбиноса. Через пару дней он мне написал. Любой фотограф, ему всегда интересны новые лица. Ему сейчас поступают предложения уже от уральских фотографов после того, как я его сфотографировала. Сам Евгений о карьере модели даже не задумывался. Парень учится в медицинском колледже, планирует стать массажистом. Редко неизвечимая генетическая аномалия привела к нарушению зрения. Из-за отсутствия в организме специального фермента, меланина, Евгений также плохо переносит яркий дневной свет. Летом на солнце у меня сильная реакция. Для меня считается это как ожогом. В основном я пытаюсь выходить вечером или вообще не выходить на улицу. А если выхожу, то всегда мажу крем специально солнцезащитный. Зрение тоже плохое. Сейчас Евгений пробует себя в фэшн-индустрии. Уникальная внешность будет востребована в рекламной сфере, пророчат эксперты. В Караганде открылась первая школа волонтеров-медиков, которых учат ухаживать за больными коронавирусом. Более ста молодых людей уже записались на курсы. При этом слушатели не только будущие медики, но и представители других профессий. Марина Золотарева посетила один из таких уроков. Урок начинается с экипировки. Только надев по всем правилам защитный костюм, ученики приступают к занятиям. Сегодня волонтеров учат проводить сердечно-легочную реанимацию и делать инъекции. Ситуация по Караганде по всему миру опасная. Мне хочется внести свою лепту и оказать помощь, так как я студент и будущий врач. Руководитель проекта Дарына Бельжанов. Пятикурсник медуниверситета на каникулах волонтерил в больнице. Во время летнего всплеска инфекции врачи остро нуждались в помощниках с простейшими медицинскими навыками. Во время первой волны коронавируса наш Дарын работал в инфекционном госпитале. В свободное время ходил к пациентам на дому, выполнял инъекции, измерял артериальное давление и консультировал их по поводу самообслуживания во время болезни. В школу волонтеров-медиков поступили и другие специалисты, поэтому потоки разделили. Студенты с базовым знанием анатомии проходят специализированные курсы, а молодежь без медобразования обучают правильному уходу за пациентами с коронавирусной инфекцией. У нас запланировано 15 теоретических занятий и 5 практических навыков. По окончании курса мы даем сертификат от Республиканской общественной организации «Хазахстан Медицин Ажастары» о том, что волонтер готов к работе. Организаторы школы планируют обучить больше тысячи добровольцев, которые помогут медикам при необходимости. Когда закончится пандемия, волонтеры займутся профилактикой социальных заболеваний. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Аслан Демисбаев, Карагандах, Абар-24. Археологи Египта вновь прикоснулись к истории. В окрестностях Каира местные исследователи обнаружили древний погребальный храм и более 50 саркофагов. По беглому анализу находки можно отнести к 16-11 векам до нашей эры. Историки считают, что эта гробница может открыть новые секреты прошлого. Ведь, согласно сохранившимся документам, именно на месте нынешних раскопок мог находиться главный некрополь Мемфиса, столицы Древнего Египта. О новых страницах в летописи истории в материале Дмитрия Лукша. Старт масштабным раскопкам в окрестностях Каира был дан в начале сентября. Именно тогда, неподалеку от современной столицы, группа археологов обнаружила несколько саркофагов. Впоследствии практически ежемесячно исследователи добирались до новых находок. Недавний успех таился на глубине 15 метров на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира. Среди приветов истории погребальный храм и более 50 древних саркофагов. Историки уверены, ценности относятся к так называемому периоду нового царства, датируемого 16-11 веками до нашей эры и считавшимся эпохой высшего расцвета Древнего Египта. Именно тогда фараоны и ввели моду на монументальные скульптуры и гробницы. Мы предполагаем, что найденный погребальный храм посвящен царице Нейт, супруге фараона Тети, первого правителя из 6-й династии. В пользу этой версии говорит тот факт, что все находки обнаружены неподалеку от гробницы Тети. Это большая удача, ведь нам, историкам, практически ничего не известно о времени правления этого фараона. Данные весьма обрывочны. Теперь же нам будет легче понять традиции и культуру того времени. Саккара, расположенная в 30 километрах от Каира, более 3000 лет назад была одной из главных достопримечательностей и святынь государства, так как считалась некрополем Мемфиса, на то время столицей Древнего Египта. Недавние находки, по мнению историков, одна из самых простых задач, которую предстоит решить археологам. На сегодня удалось обнаружить лишь 1% от общего числа артефактов в данной зоне. Начиная с сентября здесь найдено 140 саркофагов с мумиями. Сейчас Саккара относится ко всемирному наследию ЮНЕСКО. Уверен, в этом месте скрыт огромный исторический потенциал, который откроет новую историю Египта. Для древних египтян похороны – это не просто ритуал, это традиции, это образ жизни, это, как сегодня бы сказали, шоу. В саркофаге клали драгоценности, одежду, свитки с письменами, скульптуры. Поэтому мы очень надеемся, что через эти традиции прошлого мы многое узнаем в настоящем. Все найденные саркофаги построены из дерева, поэтому археологам приходится проявлять ювелирное мастерство, чтобы сохранить каждый сантиметр находки. И совсем скоро их передадут исследователям для точного установления времени создания. Сами же исследователи продолжат раскопки возле столицы. Планируется, что проект просуществует минимум еще два года. Всю необходимую помощь археологам оказывают местные исторические институты и власти Каира. Дмитрий Лукша, Светлана Брахмит и Амар Мурат. Хабар 24. Египет. Историческая жизнь нас и всего мира продолжается. К этой минуте все. До встречи вам хорошего дня. Соблюдаем социальную дистанцию, носим маски, моем руки, бережем себя каждую минуту. До встречи вам хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok